Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, наше отделение сравнительно молодое по сравнению с другими отделениями больницы. Благодаря организационному таланту Анатолия Нахимовича Максона в 2008 году, как уже говорилось, на спонсорские деньги было приобретено дополнительно большое количество тяжелой техники, в том числе и мэр-томограф. Выстроено специальное помещение под мэр-томограф. И, конечно, нужно было организовывать отделение. Анатолий Нахимович предложил мне заняться этим нужным и интересным делом. К тому моменту у меня уже был достаточный опыт работы в рентгене, КТ, МРТ, в скоропомощной больнице, в научно-исследовательском институте, но опыта работы в онкологии не было. Одним из первых на врачебный призыв отозвался Дмитрий Сергеевич Кошурников. Он приехал сегодня к нам. Дмитрий Сергеевич, 7 лет совместной плодотворной работы. Дмитрий Сергеевич защитил диссертацию по МРТ. Сейчас заведует лучевым отделом крупным в 3-м госпитале ветеранов войн. Одной из первых пришла Григоренко Лариса, Марина Пикина. Они решились поменять свою специальность кардинальным образом. Наш инженер Назаров, все его знают. Это аппликатор Тошибы. Теперь он тоже какой-то большой человек в Кенноне. И инженер Румянцев, который монтировал наше оборудование. Надо сказать, что это был первый опыт в стране, когда такую тяжелую технику импортную монтировали не иностранцы, а наш инженер. Я вам описать не могу, с какими техническими проблемами столкнулись в начале нашей работы. У нас не вставал ни один европейский протокол. Все параметры нам приходилось отрабатывать в ручном режиме. Неоценимую помощь в этом нам оказал Сан Саныч Баэф. Он тоже здесь у нас. Надо сказать, что это непростой человек. Это Крифи МРТ. Он стоял у истоков внедрения МРТ-метода у нас в стране. Такой человек нам несколько лет помогал в нашей работе. Это его фраза «Бескачественных изображений недостоверной диагностики». Конечно, наша история связана с монтажем оборудования. В 2014 году появилась ташиба в поликлинике. В 2015 году мы заменили нашу многострональную ташибу на аппарат экспертного класса, на Семен Сайра. Но тут мы уже просто сели и поехали. И, конечно, количество исследований у нас возрастало. И в зависимости от того, в 2010 году к нам пришла Татьяна Юрьевна Кудрявцева. Пришла к нам в отделение. Потом мы перешли на двусменный режим работы. Тут монтаж и демонтаж оборудования. И вот в 2016 году мы двумя аппаратами работаем. И здесь и в поликлинике, и в две смены. Чем мы гордимся, что мы сразу избрали правильную тактику в нашей диагностической тактике. То есть мы сразу ввели диффузионно-взвешенные изображения в наши стандартные методики. И мы стали использовать диффузию в каждом протоколе сканирования. Но нужно сказать, что сложности в диагностике заключаются не только в том, что нет нормальных анатомических ориентиров на изображениях. Но и то, что нормальные анатомические структуры имеют тоже высокий сигнал на диффузионно-взвешенных изображениях. Это прежде всего железистая ткань, предстательная железа, надпочечники, яичники. Но также селезенка, лимфоузлы и даже спавшиеся петли кишки тоже могут ограничивать диффузию. Мы стали использовать диффузию для выявления, в первую очередь, опухолей. Но если в этом случае опухоль мочевого пузыря видна и на Т2 взвешенных изображениях, то в этом случае на Т2 утолщение стенки не очевидно. Но совершенно однозначно опухоль являет себя на диффузионно-взвешенных изображениях. При цистите и при опухоли стенка пузыря может быть утолщена. Но при цистите нет такого ограничения диффузии, как вы можете видеть. И в данном случае утолщена слоистая стенка мочевого пузыря и нет ограничения диффузии. Это цистит. Мы также гордимся тем, что стали обращать внимание на диффузионно-взвешенные изображения и при выявлении ракопредстательной железы. Не только использовать болезненное контрастирование, как в те годы было принято. Но и надо сказать, что в Пайратце недавно этот критерий тоже стал ведущим. Гнойные скопления также очень хорошо дифференцируются на диффузии. В данном случае присакральный абсцесс. Диффузия помогает нам в выявлении рака кишки, рака прямой кишки, сигмовидной. Выявление рака шейки матки, сагитальное изображение, изображение ваксиальной плоскости. Надо сказать, что новый аппарат позволяет нам без повторного сканирования, то есть он сам считает диффузию с более высоким B-фактором. Это тоже нам помогает в диагностике. Здесь как бы все очевидно, но в принципе. При стадировании диффузия помогает в определении распространенности, выходе за пределы капсулы, выявлении увеличенных лимфатических узлов, появляет выявление опухолевых тромбов в вене, в данном случае в левой почечной вене. Но для выявления метастазов в головной мозг ведущей является контрастное усиление. Без него не обойтись. На диффузионно-звешенных изображениях метастазы редко ограничивают диффузию. В то же время нет ничего лучше диффузии для выявления свежих ишемических изменений. Посмотрите, в правом талямусе, если в стандартных режимах тут еще видны структурные изменения, не накапливающие контрастный препарат, то в коре островка только на диффузии видна свежей ишеме. Что касается МРТ всего тела, конечно, это прекрасный метод для выявления распространенности опухолевого процесса. Мы видим здесь и метастазы в печень, и в позвонки. Можем определить степень компрессии позвонка. И метастазы в лимфоузлы, и первичную опухоль легкого. Все хорошо, только исследования очень длительные, что не позволяет его широко использовать. Конечно, нам интересно сравнить изотопные методы исследования с нашими. Мы себе не отказываем в этом удовольствии. И вот посмотрите, это диффузионно-извешенное изображение наше. Это ПЭТ, это ПЭТ-КТ. Ну и как вы считаете, почему вот такой вывод напрашивается? Как думаете? Никто ничего не хочет думать. Почему не ездят? Совершенно очевидно, что из-за высокого фонового копления в тордезоксиглюкозы. Если крупные очаги в печени еще видны, то мелкие очаги однозначно выявляются на диффузии, но здесь на таком фоне активном видны с трудом. Ну а теперь вы все знаете. Скажите мне, это какой метод? Это ПЭТ или ПЭТ-КТ? Что это? Мнение? Есть, Александр Игоревич? Это ПЭТ или что? А, на правой картинке? В общем, короче, это мы подразвлеклись, раскрасили диффузию. Да, это просто инверсия, а это мы ее подкрасили. Да. Ну мы считаем, что мы не хуже. Да, значит, диффузия хороша в оценке динамики лечения. Взгляните, до гормонотерапии рак предстательной железы, после гормонотерапии опухоль есть, опухоли нет. Лечебный патоморфоз. Здесь, как считаете, есть лечебный патоморфоз, нет? Смотрите, опухоль, предстательная железа на фоне гормонотерапии уменьшилась в размере, уплотнилась. А что диффузия? Ну, так себе она уменьшилась. В общем, тут не было лечебного патоморфоза. А посмотрите здесь, метастаз рака предстательной железы в правую лунную кость. На Т2 везде есть структурные изменения, мы это видим. Но если там опухоль, посмотрите, как она меняет, меняется интенсивность МР-сигнала в ходе гормонотерапии. Кстати, от предстательной железы тоже. Сравните здесь и здесь. Здесь есть лечебный патоморфоз. Рак мочевого пузыря. До лечения и после лечения. Лечебный патоморфоз подтверждено морфологически. МРТ всего тела, в частности, диффузионно-взвешенные изображения, прекрасные для... визуализируют динамику лечения метастазов. В частности, здесь пакеты большие забрюшиных лимфатических узлов, которые уменьшаются в процессе лечения. Но здесь мы видим через полгода от предыдущего исследования прогрессирование и рост забрюшиных лимфоузлов и метастазов в печень. Используем мы, конечно, и традиционные такие фишки МРТ, как бесконтрастные МР-урографии, МР-холангиографии. Это нормальный панкреатический проток, общепеченочные, общежелчные и долевые протоки. И при структуре холедах, расширенной холедах и главной, и внутренней желчной протоки. Чем мы еще занимаемся? И одни из немногих в Москве — это МРТ-молочных желез. Отработана и методика исследования. Прежде всего, мы делаем режимы с подавлением жировой ткани и силикона, если надо протезы смотреть. Но основное — это, конечно, оценка динамических критвых, оценка динамики, контрастирование. И прежде всего, это делается для того, чтобы выявить, есть или нет мультифокальное поражение, потому что от этого зависит тактика лечения. Здесь мы видим множественные узлы, видим патологические лимфоузлы, взаимоотношения с сосудами. Можно 3D-реконструкцию сделать. Поддерживать должный уровень нам помогает участие в европейских и в наших конференциях. Мы бываем и в Азии, и в Европе. Конечно, нам хотелось бы такую рабочую станцию. Немножко о нашем коллективе. Потому что мы работаем бок о бок, но что вы про нас знаете? Например, Юрий Александрович Суботин. У него прекрасное образование. Закончил Пражский университет. Он является аспирантом первого меда и пишет диссертацию на тему МРТ всего тела. Татьяна Юрьевна Кудрявцева практически с детства занимается МРТ с первых курсов института. Она закончила медико-биологический факультет второго меда. Это вообще идеальное образование для врача МРТ. Любит печень, и только рождение детей спасло ее от защиты до диссертации на эту тему. Ольга Владимировна Лазебная трудится доблестно в поликлинике. Она закончила ординатуру получивой диагностики не где-то в онкоцентре, не у кого-то, а у самого Панова. Это тоже известная очень фигура в МРТ. Все учится, учится, но, мне кажется, уже может учить других. Наш скромный доктор Дунаев, который также трудится в поликлинике, он также, как и я, написал кандидатскую диссертацию по рентгеновской компьютерной томографии, но на всякий случай еще является доцентом кафедры Медицинской академии управления президента. Он еще и писатель. Последняя книжка у него вышла. Про диагностики очаговых образований в печени в этом году. Наш многоуважаемый Владимир Капустин, его примагнитила к нам в процессе работы на докторской диссертации. Викторию Владимировну примагнитила из рентгеновского отделения. Она обожает молочки и смотрит всеми методами и рентгеном, и МРТ, и УЗИ, и на все у нее есть сертификаты. В общем, ждем, когда она вернется из отпуска после родового. Евгений Николаевич Назаров — это просто наш ангел-хранитель, потому что он во всяких чрезвычайных ситуациях буквально спасал наше оборудование неоднократно. Лариса Владимировна на добровольно-принудительных основаниях старшей медсестрой является у нас в отделении. С первых дней работает. Марина Николаевна Пикина — она фактически наш директор. Она с такой скоростью жмет на кнопки МРТомографа, что наш умный Сименс еле за ней поспевает. Ирина Диль, она несколько месяцев ходила учиться, прежде чем оформилась к нам на работу. Восхищаюсь Шеломковой Нины Владимировны. Человек всю жизнь проработал рентген-лаборантом. И поменять кардинальную специальность, то есть освоить такую тяжелую технику, надо сказать, что для того, чтобы медсестра, лаборант самостоятельно, без лишних, чтобы не отвлекать доктора по глупости всякой, но это год обучения. Год обучения на рабочем месте. Андрей Щербаков и Жиргалма Бутуева пришли к нам, уже больше года работают в поликлинике. Но им еще есть к чему стремиться, но зарекомендовали себя очень добросовестными людьми. Мы поучаствовали в прошлом году в опросе, выяснилось, что мы молодцы. Всех поздравляю с юбилеем, всем здоровья, если что, обращайтесь. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok